Эту работу, я даже не знаю, что еще добавить, ну как бы, может какую-то ассоциативную линию провести, что для меня более упрощенно, например, это представляется какой-то настольной игрой, в которой бесконечно фигурки перемещаются по карте. И, как бы, ну, так как это все новое, новый мир, новый мир, мы сейчас мир, видимо, еще не совсем новый, и он, как бы, представляется самым липсоидом, вот это, как бы, новый мир плоский будет, и мы все будем круглые, и вот так вот будем кататься, видимо. Вот. И вот так. Ну вот. Ну так, ну вот еще напоминает такую старую игрушку, где такие, трясешь таким шариком пластмассовым, а там такие белые шарики катаются, но там они, как бы, должны кататься по каким-то лабиринтикам, а здесь, вроде бы, как бы, демонстрируется избавление от лабиринтика, и просто они так себе катаются, и все, как бы, вот, по этому прекрасному новому миру. В общем, некая безоблачная, чем картина вырисовывается. Ужасная. Да, ну ужасная, она же и прекрасная. Хотим ли мы в этот новый мир, это уже второй вопрос, но, кажется, нас никто не спрашивает. Надеемся, что вы почувствуете в себе этих колобочков и будете изнутри своей собственной колобковости задавать нам вопросы. Да, есть вопросы, можно сразу. Да, конечно. Да, я селтай, я тебя слушаю. Какие ценности вас объединяют в вашу группу? Вечно. Вечно, да, вечно. А думаете о каких-то следующих цифровых проектах? Беспрестанно, да, они каждый день, мы думаем об этом очень напряженно, и, видимо, нас раздает очень много цифровых проектов. Да, это, видимо, неизбежно, потому что я, как бы, по профессии своей являюсь, как бы, мошен-дизайнером вот этой вот темы, и, к сожалению, это неизбежно. Думаем они или нет, они все равно появятся. А как вы относитесь к этому новому виду коллекционирования, вот этого криптата, похожего на обмен карточками? Очень положительно, и надеемся, что как можно больше денег нами будет получено. Я не знаю, как бы, многие здесь играли в компьютерные, как бы, игры несколько лет назад, Counter-Strike и все подобное. Как бы, для меня, например, я особо, как бы, ничего нового в этом не вижу, потому что там и так тратились, как бы, деньги на виртуальные какие-то айтемы, типа, там, оружие, скины на оружие. Я не знаю, говорят ли вам о чем-нибудь эти слова. Ну, в общем, нами, вот, теми, кто играл, очень много денег тратилось, как бы, на воздух. И это тоже было, как покупка дигитального какого-то объекта. Но сейчас, конечно, это совсем по-другому. Но там просто свой был рынок, можно было это все тоже покупать, Team Community там продавать. Но там были рубли. А сейчас, наверное, все по-другому, к сожалению. Не знаю. Я больше скажу, даже неизвестный человек, или это. Говорят, что сейчас и животные участвуют, и насекомые. А, ну, я тоже могу, по-другому. Не знаю, но я сейчас, Таня, намного более компетентна в вопросах, как бы, непосредственно работы этой системы. Ну, насколько я понимаю, уже появилась такая, как бы, там, тема, ну, точнее, она, наверное, изначально была, тираж, ну, как бы, тиражирование цифрового объекта. Для меня это, конечно, непостижимо, но я не увидела. Ладно, я уже спалила, что тебе это непостижимо. Ну, в общем, видимо, одним объектом, если предполагается тираж, как и в реальной жизни, могут владеть многих людей. А если предполагается, что он один единственный, то может владеть только один человек. Иногда объединяются в группы, чтобы купить крипто, крипто, банк. Нет, нет, долевое, это когда в блокчейне разбивали, например, их сасму, а когда NFT покупают, это покупает, каждый предмет покупает на один кошелек. Но при этом скидываться на этот объект, как обычно и дилеры, того же Сарватора Мунди купили два дилера сразу. Могут скидываться много людей. И часто много людей скидывают, например, в один кошелек собирают мини-фонд и инвестируют в какой-то NFT-арт или мультимедиа-арт. Скорее все-таки оно изначально просто создалось в потоке создания. 3D каких-то видосов и каких-то вещей оборудоваться. Ну да, оно как бы такое логическое следствие существования этого. Сегодня вышла статья инвектора Гитлера Аликова про NFT, как раз в большую тему. И он там обсуждает о том, что NFT заявляет какую-то собственную природу, очень созданную, очень людину. И вот, собственно, вопрос, как с ними будут взаимодействовать, традиционные художники, которые просто создаются в этом искусстве, потом из них делать NFT. Ваше произведение замечательно, прекрасно. Ваши учреждения, традиционные, традиционные, теоретики, это только политические, но и основные сильные инструменты. А вот эти криптовалки, они изначально, да, породелились. Как вы думаете, все будет? Надеемся, дружка, конечно. Вот так. И последний вопрос. Насколько я понимаю, в вашей институте, мы все должны быть совершенно на конструкционной платформе, да, играют. А в будущем еще идет? Да, аукцион еще идет, аукцион закончится завтра в 6 часов вечера, и пока, насколько я помню, три ставки. Эфир съехал, вчера ставка была 18 тысяч долларов, а сегодня она уже 13 или 14. Это пока что... Но обычно все происходит в последние часы. Вот мы ждем. Эфир съехал, это все. Значит, упала стоимость криптовалюты, пока же. Каждый день, корректно? Нет, ну просто сейчас произошли некоторые события, которые повлияли на это. Как раз на выпуск нашел. Видимо, видимо, видос. Да, я недостаточно компетентна, чтобы говорить об этом, но там какие-то очевидные факторы, это про Элон Маск, который сбросил свои акции и еще что-то, но, по-моему, там гораздо более... Нет, там, конечно же, происходят более глобальные события, о которых я некомпетентно разговаривать. Завтра в 6 часов мы узнаем, сколько... Напряжение возрастает. Да, спасибо, да. Мы очень переживаем. К предыдущему вопросу о том, кто победит. Но мне почему-то кажется, что победит, наверное, система, когда художник что-то делает, и потом это превращается в трепт-арт. Наверное, потому что это более традиционная и привычная тема для всех. И те, кто занимались этим уже давно, но не занимались МКД, они как бы просто создают это все. И сейчас это просто обретет какую-то еще монетизацию, мне кажется, победят просто тупо художники, которые из своих произведений потом делают вот эти токи. Да, я хотел бы еще добавить вот такой инновационный как бы аспект, что сейчас вот мы имеем дело с криптовалютой под названием Эфир. Понятно, конечно же, что имеется в виду, как бы торговлю воздухом, воздух как некое средство обмена. Но наша Родина всегда обладала склонностью отвечать на международные вызовы своими какими-то инициативами. Поэтому я предлагаю ввести российскую криптовалюту КЕФИР. Я считаю, что за этим будущее. Бактериологическое оружие КЕФИР. Хочу еще развить эту мысль, что слово КЕФИР, оно родственное слову КАЙФ, как бы, то есть изначально КЕФИР. То есть это структура наслаждения. И Россия, как бы, является таким гигантским, собственно говоря, организмом, производящим наслаждение в необузданных количествах. КОЛОСКИЕ, но это ЛОСКИЕ. Да, да, да. Да, КЕФИР, да, да. Спасибо. Спасибо. Да, можно. Занимались ли вы каким-то особым продвижением своей работы к моменту запуска на РАВИБЛ? И отличалось ли это от каких-то более привычных форм, работая в современном языке? Ну, конечно, вот этим мы обычно занимаемся не мы, продвижением, поэтому, может быть, Таня лучше об этом знает. А мы, как бы, просто это все делаем. Немножечко как бы. Я хотел бы, перед тем, как скажет Таня свое веское слово, что очень важно заниматься мастурбацией, потому что именно в этом, как бы, и есть продвижение вот того, о чем вы говорите. Да, конечно, нельзя просто, будучи традиционным художником, неизвестным среди крипто-сообщества, то есть они просто не знают, кто это. Нужно связываться с инфлюенсерами, с сообществом нужно. Мы, например, связались, естественно, с площадкой, потому что, ну, Павел Пеперштейн – это такое имя. И, соответственно, ну, соответственно, пришлось провести, да, предварительную подготовку и играть по правилам внутренним, потому что это новые площадки, у них свои правила, и им недостаточно того, что художник очень известный, им нужно объяснить. Им нужно объяснить некоторые вещи и, собственно, показать именно так, чтобы они поняли, что это такое и почему это искусство. Вот. Да. Вы рассчитываете на покупку от, как бы, коллекционеров, вы знающих, или вот всех новых из крипто-культуры? Мы рассчитываем на любую покупку. Да, мы рассчитываем на очень большое количество денег, в принципе, это наличие от кого, как бы, придумать деньги. Будете ли вы переводить их в фиат? А? Что? В фиаты? А знаете ли вы их в криптовалютах и переведете в другие? Это сложный вопрос, кстати. Хотелось бы перевести их в какие-то предметы материального характера. А я не знаю, могу сказать. Нет, тоже не знаю. Антикуриат. Да, антикуриат, конечно. Мы сейчас как раз говорили о том, что сейчас особой актуальностью приобретает французская Рококо. Прежде всего, живопись Варгонара, Буше и Вато. Поэтому, если нам удастся заработать достаточное количество эфиров, то мы хотели бы выложить их в живопись вот этих упомянутых художников. Почему Рарибов? Ну, просто так. Ну, потому что это самая, наверное, такая... Это очень передовая структура, которая известна в мире своими действительно смелыми взглядами на крипторынок. И мы, как бы, подробно изучим эту ситуацию, сравним по позиции различных криптообразующих каких-то entities, то, что называется, выбор или минарами. Точно. Да. Абсолютно. Даша. Вот, Олег, приветствую. Привет. Продолжение следует. КОНЕЦ Акционеров, которые в общем пришли, как облицательные искусства, как в стадии люди, связанные с технологиями, вкладывающими, вкладывающими, вкладывающими. Это определенный финансовый пузырь. Где, как бы, выбран их есть те художники, он выбран исключает и есть их работа в лазаревном кроме до начала того, потому что до этого он как первый человек, очень важен, первым можно сказать, в голове. Второй у нас же армии русской художники. Вторая группа, которая выходит в Альфти. Это дело с другой платформой, врачи и фрик. Американский офис. Питом он торговался, на самом деле, вот уже. Невероятно, он не очень рад. И, собственно, кризис, выбирает художника, который строит персональные отношения с этими коллекционерами. Мы понимаем, что именно коллекционеры меняли и строили и строили искусство. Сначала искусство, потом искусство становится правило, как это не является коллекциональной коллекцией. Мы понимаем, что потом мы отстроили музей, там фирмализацию, организацию, организацию. Но мы понимаем, что музей ценили своими активами и заводчиками. Это музей, которые мы решили, все основные жналы, основные частные конфликции. И фонды музеев развиваются во многом во всем мире, по крайней мере, благодаря подаркам для крупного коллекционера. И на коллекционере является главной фигурой рядом с художником. В центре художественного проекта, в точном процессе стоит художник, рядом с ним должен быть коллекционер. Неважно, мы говорим об АТО, когда можно не забыть или позднее, потому что коллекционер, коллекционерам, может быть интересен. Или сегодня, когда в поле онлайн и с NFT выходит новый тип коллекционера, который принципиально не знает, вот этот минар, который плохо принимает пирамиду власти. Потому что в реальности, в которой мы живем, вот в этом оффлайне, в принципе, в искусстве, конечно, есть пирамиду власти. И мы понимаем, кто из них стоит на ее вершине. И это во многом является просто инграничание куба. Момы 150 миллионов, на закупке вот куба мура, полтора миллиона. В центре кубе, страна, и бездарь, мы понимаем, кто издает, кто приобретет, кто как бы принимается. Мы понимаем, кто тот коллекционер, и понимаем, что сегодня, вчера открылся как раз прино, и был очередной новый музей, в Борисе, это как бы уже тоже, другим путем, войти в строительство. Эти ребята, которые там активны, и, как мне говорят, этих коллекционеров не так много. Они вообще пришли как марсиане, и спустились к нам на тарелке. В принципе, вы помните, опять же, эту революцию, которую совершил диржан, которая поставит свой знаменитый фонтан писсуар на американской лизе, и тексты есть там, собственно, то, что мы назовем искусством, где есть рамка, которая определяет, что это искусство. Что сегодня будет рамка в онлайне? Что вообще происходит с этим онлайн софтом? Потому что оно, по-кадметике, все не верно, все прекрасно. Помним вот то, что в онлайне, когда там игрался. Надо понимать, что в онлайне есть еще понятие рейтинга, а в рейтинге нет плюс и минус. То есть там считается, то, что Гройс писал, по отношению к проекту, например, Крик Альхоп, в 2007 году. Мир устроен, есть одно, есть его, есть ценности, есть как-то, да, то, что мы наслуживать не можем. Но в онлайне правит рейтинг. Как это все будет вообще влиять на то, что будет, в конце концов, потому что сейчас там большая каша, и если ты выходишь на уличный рейтинг, что-то, на крышку на это, там тоже можно видеть много разных чувств, есть кофт, есть масло, есть пендиозы. И на самом деле, мы уже плачем в иерархии ценностей в этом онлайне, в госпитале, потому что цена и ценности они совпадают. Тем не менее, имя Beeple люди узнали, благодаря шестидесятим материалом. Мы понимаем, что это влияет. как вы думаете, что там будет происходить в этом месте, где, как колокольчики катаются, где будут шарки, которые будут грузы. Будет ли там тоже пирамиды власти? Потому что нам не все равно сравнивается. Я думаю, что когда лопается пузырь, как бы, то образуется некая такая поверхность, состоящая из мелких брызг, куда, как бы, осело. То есть нельзя сказать, что пузырь – это полная пустота. Это как бы тоже все-таки некое материальное тело. И когда он лопается, то как бы все, кто находился поблизости от пузыря, оказываются обрызганы некоторым количеством брызг. Поэтому, как бы, на вопрос о том, как это все будет развиваться, я думаю, что все будут каким-то образом обрызганы. И, видимо, как-то это всех на какой-то период обрадует. И появятся вот эти, как бы, новые коллекционеры, которые, поскольку искусство – вещь очень заразная, мы это знаем прекрасно, как бы, опыт подтверждает, они, как бы, постепенно в это дело втянутся, заразятся, как бы, вирусами искусства. И, собственно говоря, как бы, через какое-то время кого они будут собирать? Ну, конечно же, ваттоф, рагонара и бушет. В общем-то. Но уже в таких обрызганных слегка этих вариантах, можно так сказать, орошенное, орошенный ваттоф. вот так. Я бы так сказал. Да. Я бы так сказал. Да. Ну, раз кто не согласен, значит, так оно и есть, получается. А есть какие-нибудь работы, уже созданные с NFT-докеном, которые вам планируют? Ну, вот в основном 18 веке они создавались. Вот эти, как бы, действительно, основы NFT были заложены тогда, основы криптоарта. И, действительно, для того, чтобы понять феномен криптоарта, надо, прежде всего, повторить три раза 18 век, 18 век, 18 век, 18 век. Припасть к завитушкам. А, припоедем к коделочкам. Да, к коделочкам, там всякие жирные попки розового характера, какие вещи там присутствуют. А что, что в 16-17 веке вас не устраивает? Получается, нет, меня очень устраивает, полностью устраивает, но, как бы, получается, что к криптоарту это не имеет непосредственно отношения к интернету. Ну, как бы, сделать фотографию работы 18 века, засунут на Рарибл, это будет криптоарт. Да, но все равно, получается... Да, нет, естественно, может быть даже и древнейшая неолитическая скульптура задействована, но все равно, получается, как только произведение оказывается в контексте криптоарта, оно, как бы, перемещается в дискурс рок-о-ко, как бы, так или иначе. А можете рассказать про свои международные проекты, которые прямо сейчас происходят? Ну, вот сейчас происходит вот этот проект. Да, еще параллельно происходит несколько международных проектов. Происходят выставки две. Одна выставка открылась в Лондоне, в гаверее Николас Провьере. Моя выставка посвященная такому замечательному человеку, как Уильям Блейк, действительно, любимейший мною художник и поэт. И, вообще-то, эта выставка должна была открыться год назад, она уже была полностью готова, но, как бы, из-за пандемии это все перенеслось, и выставка открылась только сейчас. Я взял такое известное очень стихотворение Уильяма Блейка Song of Liberty песня Свободы, собственно говоря, знаменитое стихотворение его, и она состоит из 21 строки. И я сделал 21 работу, посвященную каждой строке этого стихотворения. Стихотворение очень, может быть, воспринято как пророческое, оно напоминает чем-то пророчество Нострадамуса и такого рода тексты. И, в общем-то, как бы, хотя само по себе оно было инспирировано событиями Великой Французской революции, опять же, конец XVIII века, но, тем не менее, там содержится много всего, что напоминает наши времена. И, действительно, поэтому, как бы, интересно очень перечитать это стихотворение. К тому же, я вдохновлялся тем, что Уильяма Блейка никогда не иллюстрировали, по причине того, что он сам великолепно иллюстрировал свои работы, и они, как бы, представляют собой единство с его собственными изображениями и его текстами поэтическими. Именно это меня привлекло, когда я решил, что раз, как бы, никто кроме него самого этого не делал, то надо это сделать тогда мне, получается. Вот. В общем, такая выставка сейчас проходит в городе так называемом Лондон. А еще, как бы, есть город Прага, где кого происходит, тоже другая выставка. Моя выставка совместна с замечательным художником Иржи Черницкий, тоже великолепнейший представитель искусства, который, который, тоже заинтересован, как Уильям Блейк, так и, как и я, в сфере будущего, в том числе, отдаленного будущего, где гнездятся различные не только крипто-арты, но и криптограммы, какие-то завихрения. И вот, как раз, этим завихрением и посвящена выставка в Праге. Вот, собственно. А еще у тебя Наполеон в дворце инвалидов. А, еще, да, в дворце инвалидов произошло. Сейчас открылась тоже огромная выставка в Париже, посвященная тоже такой значимой фигуре, как Наполеон Бонапарт, на всякий случай добавлю. Как бы, там представлено очень много замечательных произведений, в том числе, и мои два замечательных произведения. Вот. А еще, вот, мы с Соней сейчас напряженно очень работаем над грандиозным проектом, который называется «Белый шум». Это проект отчасти кинематографический, отчасти инсталляционный, отчасти, опять же, он будет связан тесно с крипто-артом, с НФТ, с другими современными технологиями, некоторые из которых еще не изобретены. И, как бы, в общем, как бы, фильм посвящен событиям, ну, и вообще проект посвящен событиям гражданской войны в России, двадцатые годы, войне между белыми и красными. И, вот, основные события, связанные с этим фильмом, планируются, видимо, как бы, на осень, но в качестве прелюдии мы собираемся, вот, в рамках будет сейчас фестиваль форума, мы собираемся там поставить Sony балет, посвященный, собственно, войне белых и красных. Видимо, балет будет называться «Белый и красный», и всех вас приглашаем на балет. «Белый и красный». Крипто-балет, так можно сказать. А как вы считаете, крипто-арт, NFT, это все-таки искусство будущего или искусство момента, учитывая, что есть этот хайп, который вокруг него сейчас разворачивается. Останется ли это в будущем, или в какой-то момент, как мы видим, которые сейчас возникают, это все просто памятник лету, и не забудется достаточно скоро? То есть это можно считать искусством будущего? Ну, вот как бы в вашем самом вопросе вы как бы коснулись такой парадоксальной структуры, потому что вы сказали, останется ли это в будущем. Это как бы довольно сложный вопрос. Остаться можно только в прошлом, а вот остаться в будущем гораздо сложнее. В общем-то, сейчас как бы специфика того будущего, которое мы видим, как некое надвигающееся будущее состоит в том, что, видимо, в этом будущем понятие будущее исчезнет. И это как бы наиболее инновационное как бы нечто, что связано с надвигающимся будущим. То есть можно сказать, что это будущее без будущего. А уж как бы останется ли там крипто-арт или нет? Останется ли там вообще что-нибудь? Это, конечно, вопрос открытый. Наверное, нет. Наверное, да. Или, наверное, да. Или, возможно... В общем, 50 на 50. Да. 50 на 50, да. Я думаю, да. Вот как раз это очень черный ответ. Ну, то есть, если не будет будущего, то вопрос плохого, что будущее вопрос возит и всех, и кого возьмут в будущее, не теряет свою в будущее. Да, я бы переформулировал этот вопрос так. Отпустят ли кого-нибудь из будущего или нет? Если отпустят, то повезет, как бы, тем, кого отпустят. А вообще, будущее – это насильственная структура. Они берут туда, как бы, всех насильно. А вот, как бы, если удается оттуда удрать, то это, конечно, класс и круто. Вот. Но колобкам, судя по всему, не удастся. А может быть, и удастся, они же все-таки колобки. Они специально, как бы, с закрытыми глазами катаются, чтобы все расслабились и думали, что они не собираются сбежать. Но на самом деле, сквозь сомкнутые веки, они за всеми следят, за всем происходящим. И как только малейшая лазейка, они сразу сбегут. Вот сюда, например? Да, например, вот сюда, да. Если еще нет. Если вы еще не сбежали, конечно, да. Вот. Поэтому тема кефира, опять же, как бы, возникает. Потому что важны не только колобки виртуальные, которые существуют в электронном пространстве, но еще, как бы, надо самим изготовлять эти колобки архаические из теста, как раз замешивая их на кефире. Это тоже очень важная практика, как и уже упомянутая практика мастурбации. И без этих двух практик практически NFT, как бы, реальность, искусства, как бы, не могут существовать, мне кажется. Вопрос. Да, у меня еще вопрос про рыночную сторону. Угу. с одной стороны. С одной стороны. Это хорошо, с другой стороны. Галеристы художникам. Часто к этим моментам относятся очень осторожно, потому что возникает цена нереалистичная, несоответствующая положению дела, на самом деле. И такие моменты могут быть для художников, для отцены его произведения. С одной стороны, они такими рекордными, а с другой стороны, на самом деле, в долгосрочной перспективе не очень хорошими. С NFT такая ситуация, что сейчас это очень популярно, это хайп, все это обсуждают, криптоколлекционеры не очень избираются в присутствии, но платят вообще деньги. Как вы думаете, эти рекордные продажи, если мы говорим не о специфических для NFT-художников, а о традиционных художников, как вы, как РСПСФ, как, не знаю, даже стрит-арт-художники, которые Таня упоминала сегодня, Миша Воск продал свою работу в NFT. Эти, если они есть и будут, рекордные продажи, они помешают продажам ваших традиционных работ или помогут им? Надеюсь на то, что никогда в жизни NFT не выйдет за рамки сайтов, на которых оно существует. Надеюсь, это как бы выходит в черное зеркало. Вот как он сегодня на NFT стоит. Ну, хотелось бы в это верить, но не знаю. Мы, конечно, не знаем, как будет все происходить. Но участвуем. Да, участвуем, конечно. Но вот правильно сказала Ольга Львовна, что пророй коллекционер. Коллекционер, как бы, это тоже художник, безусловно. Можно так сказать, что как бы они гендерно разделены. Как бы художник, как просто художник-художник. Это как бы женская импостафь. А коллекционер, художник, как коллекционер, это как мужская импостафь. И поэтому, как бы, можно сказать, что речь идет о любой аукцион. Это, в общем-то, такое, ну, некая, как бы, оргия, как бы, вот этих, собственно говоря, двух импостасей художественных, существа, художественных сущностей. А вот, а уж как всегда в сексе, как бы, или в любви, как это все там развернется. Тут, как бы, предсказание совершенно излишне, как бы, в общем. Увидимся. Да, ну, по-моему, естественно. Спасибо. Да, на здоровье. А есть еще вопросы? О! Давно руку тебя... Да, давно руку ничего не понимают. Ну, у меня вопрос даже не столько к художникам, которые тоже, по-моему, ничего не понимают. Не надо, пожалуйста, нас поняли. Вот. То есть, можно ли сказать, что NFT искусство, которое сделано специально, потому что продается на этих площадках, или там удается, является, можно сказать, что это какой-то специальный новый стиль и направление? Если да, то как бы можно было оценить вклад этого направления в культуру, как бы, не говоря чисто про деньги и суммы. Вернее, как бы, соответствует ли вклад в культуру, это направление, тем ценам, которые за него платят? Конечно. Боюсь, что нет. Ну, хотя, может быть, и да. А если я, то что думаю? А я, извиняюсь, что это... Должен сказать следующее, что вклады в культуру, как бы, они могут быть с разным знаком, да, как все физические и другие явления могут быть со знаком плюс, а со знаком минус, как бы, тоже, как бы. То есть, это такой, как бы, минус вклад. Можно сказать, что, конечно, крипто-арт и NFT, это такой минус вклад в культуру. То есть, в культуре, как бы, в искусстве что-то в этот момент исчезает. А исчезновения не менее важны, чем появление. Поэтому, конечно, это важный очень факт. Что-то, как бы, исчезло в момент появления этого явления. И что именно исчезло? Да, можно сказать, что практически всего. Желание дизайнеров работать на завтачика исчезло. Например. Нет, исчезло, на самом деле, очень много всего. И именно, как бы, человеческое, как бы, сознание устроено так, что именно когда что-то исчезает, к сожалению, как бы, именно в этот момент мы осознаем ценность этого исчезнувшего. Поэтому в этом контексте мы видим жизнеутверждающий, культурообразующий характер криптоискусства, NFT-арта. Потому что, как бы, оно очень сильно повышает ценность всего того, что находится за границами этих явлений. А вот ломает ли NFT какой-либо художественный сервис, то есть произведение? Ну, видимо, нет, судя по всему. Потому что, как бы, слово «ломает» в данном случае не подходит, вот, как бы, ну, возьмем «ногу», например. Вот, например, «ногу» может сломать какой-то тяжелый предмет. А если нога вдруг внезапно исчезла, то это не значит, что ее что-то сломало, как бы, просто нога испарилась, как бы. Поэтому я бы не пользовался глаголом «ломать». Была ли нога? Да, была ли нога сразу. Она исчезла, вроде бы, нет, ни боли, как бы, ну, ходить, правда, неудобно, как бы, но не больно, как бы, гладкое такое место осталось без крови, как бы, да, растворилось в кефире. Вот художественная критика же исчезла, вообще, и художественная... Да, и никто этого не заметил. Ходим за одной ноги. Да, туда и дорогу. Наверное, связано с инфекцией. Да, точно связано. Вот вопрос, кстати. У меня вот такой вопрос. За время этого мероприятия стоимость эфириума упала с 3000 до 2000. Это очень полезно. Благодаря нашему мероприятию, мы надеемся. Ваша вот творческая реакция на это событие. Ну, по сути, возможно, те, кто планирует купить, да, вашу картину, вашу работу, они подумают, о, подешевела, значит, как бы. Да. Или они наоборот, как вы считаете, они сейчас такие, блин, сейчас это все хайп пройдет, зачем нам это NFT, и цена дальше расти не будет. Нам очень трудно предсказать реакцию. Два вопроса. Первый вопрос, собственно, какая ваша реакция, да, на происходящее, потому что, ну, вот, как творчески, как вы на это реагируете, ну, или нет, творчески. И, как вы считаете, это позитивно скажется на именно сумме покупки в эфирах, или наоборот уже дальше никто не будет ставить? А что, что должно сказаться именно это, это что? Ну, проще говоря, как что? А, падение? А, падение. За работу учебное падение, да, или наоборот. Что ты думаешь про это? Ну, как бы, во-первых, что мы можем думать, как тут все уже вас раскусили, мы как бы, ну, это такой эксперимент для нас, просто благодаря нему, вот сейчас мы здесь вот это пытаемся как-нибудь что-то там, о чем-то говорить таком, какие-то выводы делать. Поэтому реакция, как бы, вот такая, как вы сейчас видите, вот смотрите. Ну, я бы сказал, ровная такая, спокойная, радостная. А вот по поводу покупки, конечно, тут сложно сказать, потому что, что в головах у коллекционеров NFT, да что вообще в голове вел, хоть у кого-нибудь, это, как бы, или очень... Да, это очень круто. И какова логика, ну, как бы, логика, по-моему, здесь отсутствует. Да. Может быть, она взлетит. Да, может быть, дико взлетит, и произведение, вот, которое вы сейчас видите, будет продано за очень... 60 миллионов. Да, 60 миллионов. Это вполне вероятно, и нас не удивит, но, безусловно, обрадует. Ну, я хотел заметить, что интересно, да, вот, в мероприятиях, и как раз сейчас все летит, вот, прямо сейчас. Да, все не случайно. А вот, как бы, да, это... Оно же уже упало, когда только оно все вышло. Возможно, после вот этого мероприятия, на котором мы сейчас все присутствуем, больше никакого NFT и криптоарта вообще не будет. Более того, никто не сможет вспомнить о том, что вообще называлось этими словами. Если мы придем к такому итогу, мне кажется, это будет не слабое достижение. Нам надо, Саша, сейчас срочно разойтись, чтобы... Да, давайте, товарищи, зайдите, пожалуйста. Эфир стремительно падает. Вываться под угрозу. Так, даже не знаю, что по рекомендарии. А есть еще вопрос? Да, покупайте скорее. Все продают. Я бы хотела сказать по поводу стоимости NFT и влияния эфира. То есть здесь вообще не в этом вопросе. Это NFT, здесь используется просто как инструмент. Инструмент продажи, инструмент, где появился инструмент распространения информации. Это не более, чем инструмент. Сам по себе это видео, мультимедиа, арт известных художников. И ценность этого произведения искусства складывается из факторов, которые складываются из биографии Паши, из его творческого пути, из того, что уже создает ППСС. То есть от того, в каких музеях у них уже есть работы, от того, в каких институциях их ценят, что про них пишут критики. То есть это в том-то и дело, что это уже железобетонная сохраненная ценность и реальность. А NFT это не более, чем инструмент, с помощью которого ты можешь выложить и предложить человеку, который хочет познакомиться или приобрести в свою коллекцию NFT какой-то настоящий, настоящий, очень дорогой арт, который является безусловной инвестицией и безусловным приобретением с точки зрения искусства. Вот и все. А то, что там эфир, не эфир, зефир и так далее, это уже не имеет значения никакого эфира. Да, конечно. Вообще очень интересно участвовать в этом эксперименте. Мы очень рады и благодарны, что как бы так вышло, что мы в нем участвуем, потому что это безусловно, как Соня правильно сказала, это как бы эксперимент в чистом виде. И чем он закончится, это, собственно говоря, очень любопытно. Да. А вот как бы о будущем NFT и вообще о будущем любых явлений, которые сейчас появились недавно. То есть как бы об этом можно судить, потому что эта встреча проходит не в Клабхаусе, например. Как бы, допустим, все очень сильно, как бы... А что это? Ты что, Ваня? Я забыл. Ну, короче, как бы это такая крутая тема тайковая. Была. Ну, а почему? Я помню, но я уже забыли. Россия вышла из зала. Как бы это же было только что, но вот как-то слишком все мимолетное. Я тоже не успеваю, хотя хотелось бы успевать, наверное, с этим судить. Да. А есть, что это касается всего. Да, вот как Михаил Сергеевич Горбачев, он когда был президентом, он любил говорить, вот это вот усек. При этом он так руками как бы такой шар обвозил. Колобок. Ну что, на этом прекрасно, на менте, заканчиваем. До 9. Спасибо. Спасибо большое, что пришли. Не знаю. Да, спасибо. Будем ждать результатов аукционов. Она состоится. Продолжение следует...